Сегодня в этот прекрасный солнечный день в церкви города Одессы решили провести праздник, который называется День Библии. Библия — это книга, которая сегодня является одной из, наверное, самых читаемых книг во всем мире. Она напечатана огромное количество тиражей. Библия — это та книга, на которой основывается сегодня все христианское движение всего мира. И точно так же, как Господь Иисус Христос, Он объединяет всех верующих, точно так же и Святая Книга Библия, она объединяет сегодня многие конфессии вместе. Поэтому сегодня мы собрались, Одесские Евангельские Церкви, также Адвентисты Седьмого Дня, Пресвятарианские Церкви, Реформатские Церкви, Евангельские Христиане Баптисты, Христиане Веры Евангельской, и также другие церкви мы собрались вместе для того, чтобы славить нашего Господа, для того, чтобы вместе служить Ему и рассказать каждому человеку о важной и значимой книге Библии. Эту книгу мы читаем каждый день. И студенты, и профессора, и крестьяне, и рабочие, интеллигенция, дети, молодежь и взрослые. В свое время известный ученый Майкл Фарадей сказал, «Я удивляюсь, почему люди предпочитают блуждать в неведении по многим важным вопросам жизни тогда, когда Бог им подарил такую чудеснейшую книгу откровения, как Библия. Как много сегодня совершают люди ошибок. Как много людей сегодня идут путем неверным, путем лжи, путем неправды. И все потому, что нет желания обратиться к книге, в которой представлена истина. Истина в высшем понимании этого слова. Он, сотворивший небеса и землю, сам является этой истиной». Библия – это главная и священная книга для многих современных религий. Это найпоширеніша книга в свете, переведена на величезную кількість моб. Это книга, которая имеет надзвичайно долгую историю существования. И, мабуть, никакая другая книга не вызвала таких запальних дискуссий и обговорений, как Библия. Для церкви и верующих людей эта книга является джерелом любови и действенной веры. Звідки они черпают силы. Для современной исторической науки, для ангвистов и филологов многих стран – это памятка тысячелетной культуры, что позволяет нам более полно уявить историю света, узнать о жизни и традиции прошлых поколений. Нас объединяет то, что мы носим одно имя – христиане. Манит сердце мечтою. Когда-то мы были разных имен. Сегодня мы являемся многие членами церкви Иисуса Христа. Сегодня много различных конфессий в Одессе. Одесса – многонациональный и многоконфессиональный город. И слава Богу, что так мирно и дружно мы живем, как одна семья. Отец, мы благодарим Тебя за эту привилегию все вместе стоять на этой сцене в свободной стране. Господь, мы благодарим Тебя за свободу, которую Ты даровал Украине. Благодарим Тебя, Господь, за то, что смело можем стоять и возвещать совершенство призвавшего нас. Благодарим Тебя за милость, которую Ты даровал нам. Потому что по милости Твоей, Господь, мы стоим здесь сегодня. И, Господь, воздаем Тебе и единому всю славу, всю честь и всю хвалу – Отцу, Сыну и Духу Святому.